добрый день всем присутствующим добрый день с вами компания кит финансы и я елена беляева и наш очередной брифинг посвященный техническом анализу нашего рынка итак прошло заседание cb ставку оставили без изменения в общем то это могло бы помочь рублю если бы не нефть то есть сегодня рубль снова ослабляется и причина в том что цена на нефть продолжает снижение уже прошли подошли к уровню 39 долларов за баррель и там еще может быть движение ниже в район 38 вот эта ситуация с ценой на может еще думаю продолжится до следующей недели на следующей неделе напоминаю 16 числа заседание фрс повышение ставок после этого пара 2-3 дня будет какая-то какое-то движение будут включаться в цены мариторика и решение заседания фрс и потом я думаю что вот после двух-трех дней после заседания фрс может быть стать лучше то есть может стать лучше и с ценой на нефть и соответственно с российским рынком поэтому где-то после 20 числа какое-то улучшение ситуации может быть может быть может и не быть пока вот такое ожидание существует поэтому все будет зависеть от того как будут будет реагировать рынок на эти заседания то есть повышение ставки она скорее всего будет она уже в цене она уже никак не плохо не отразится на рынке будет отражаться в основном только-то и только относительно дальнейших повышений которые будет вот поэтому нефть пока никаких признаков изменения не показывает пока продолжается снижение и 39 долларов за баррель это похоже еще не предел в рубле в рубле такое снижение еще даже не учтено то есть если нефть застояние на уровнях 39 долларов за баррель в общем-то большинство участников рынка ожидают конце года восстановление цены нефти ну где-нибудь в район 42-44 доллара и поэтому рубль не ослабляется так сильно на то есть не соответствует уровням нефти текущим то есть по текущим уровням нефти там рубль должен быть уже в районе где-нибудь 72-73 рубля доллар вот поэтому здесь какая ситуация если нефть будет стойко держаться на низких уровнях может быть резкая волна ослабление рубля то есть рубль может уйти в район 75 рублей за доллар соответственно вот поэтому здесь у нас вот это вот восходящая динамика она сохраняется и пока вот все попытки рубля укрепиться воспринимаются как коррекция вот значит такая ситуация на нефти на рублем на индексе ммвб давайте смотреть что здесь индекс ммвб пока в такой нерешительности находится сейчас рынок вообще находится в нерешительности потому как все-таки сильное событие следующей неделе они еще не понятно как будут отыгрываться на рынке и и многие занимают выжидательную позицию поэтому здесь такой некоторый вот этот диапазон нерешительности складывается здесь на индексе ммвб еще может быть заход в район 1700 1700 довольно такая сильная поддержка скорее всего если вот индекс ммвб пробивать эту поддержку то там будет ускорение снижения мне кажется что поддержка 1700 имеет шансы выдержать и мне кажется как до конца года индекс ммвб может вот внутри диапазона то есть не не покидая текущий диапазон то есть о каком-то там новогоднем ралле уже не вспоминаем не говорим на вот но был уровень 1850 здесь максимум в принципе есть такой шанс вернуться обратно к этому уровню или по крайней мере подняться выше уровня 1800 в течение декабря до нового года вот это вот мне кажется такой вариант может быть что может способствовать этому движению мне кажется что вероятен все таки некоторые подскок на ценах на нефть то есть где-то в район больше 40 долларов там 42 44 и на этом будут расти перепроданная нефтяные компании и поэтому это поможет рынку немножко выйти на более высокий уровень вот мне кажется такая ситуация может иметь место но все равно узнаем о том что будет происходить более детально уже на следующей неделе когда все-таки будем знать какие-то факты это все ну так скажем предположение вот поэтому здесь сейчас мы видим коррекционное снижение индексы ммвб и вот вероятным уровнем снижения целью снижения и пока выступает уровень 1700 вот пока то есть без изменений и без изменений в общем то и все остальное если мы пробежимся по бумагам там собственно ничего нового мы не увидим то есть втб подошел к верхней границе диапазона остановился делать ничего не нужно газпром может еще пойти ниже в район 131 1 рубля пока тоже для покупок момент не подходящий продавать тоже что-то здесь не хочется гмк норникель на месте стоит то есть тоже в декабре может немножко ситуация улучшится ближе к отсечке по дивидендам лукойл ну в общем то ничего неплохо выглядит есть вероятность движения в район 2500 магнит остановился пока уровня у поддержки 11000 думает ждет смотрит что будет дальше от негативные новости которые на этой неделе были собственно уже включены в цену дальше двигаться ниже пока поводов нет так что еще что еще мтс пока 200 уровень сопротивления держится не надо ничего делать дальше что еще нлмк тоже пока уровень 65 размышляет пока бумага что делать дальше тут тоже ничего не надо делать роснефть уровень поддержки 245 здесь находятся цены тоже вот от этого уровня в принципе может быть восстановление на следующей неделе если цены на нефть помогут если нет то может быть позже поэтому роснефть может быть и понаблюдать и половить можно сбербанк пока вот нисходящая тенденция сохраняется то что вот мы вчера строили линию тренда пока она работает и подскок в район 101 рубля пока не говорит о том что здесь все снижение закончилось то есть вполне могут могут опять цены вернуться в район 97 или 96 рублей тоже пока здесь не место для открытия позиции так сургут нефтегаз привлекированный спрашивают в принципе у поддержки находится бумага можно я думаю что вполне здесь пробовать открывать позиции на отскок и ждать возвращения в верхнюю границу диапазона в район 44 с половиной или дальше то есть тем более если будет снова волна скажем ослабление рубля то это поддержит бумагу то есть бумага такая защитная вот в этой ситуации когда девалюация возможно тут пока факторов которые бы говорили о снижении цены на эту бумагу пока вроде не наблюдается поэтому больше все таки вероятно некоторое повышение большого роста скорее всего не будет но пока по крайней мере в пределах диапазона вполне может быть дальше этот нефть тоже может на следующей неделе пойти выше но это только вот если будет на нефти какие-то позитивные моменты то есть здесь чуть выше 315 такой промежуточный уровень сформировался если он будет пробиваться то можно пробовать участвовать в восстановлении в отскоке этой на этой бумаге вполне может быть движение такое небольшое краткосрочное вверх до конца года уралкалии пока здесь думает под сопротивлением где-то у нас была цель обозначена 187 рублей по сути дела мне кажется что при достижении этой цели есть смысл закрыться и выйти и в общем-то забыть об уралкалии и лучше вот перемещаться в фосагра тут какие-то более позитивные моменты и явления могут происходить в будущем это более такая долгосрочная идея в удобрениях что еще что еще ну по сути дела вот в акциях собственно ничего интересного нет сургут обычный спрашивают но обычный хуже чем привилегированный пока вот каких-то идей в обычном я не вижу на самом деле мне кажется что как-то привилегированный сургут там более-менее понятна ситуация чтобы с обычным сказать сложно вот так еще бывают обычно традиционные вопросы про алросу здесь немножко есть сегодня какой-то небольшой позитив но пока не непонятно будет ли он иметь продолжение поэтому пока наблюдаем так что еще фьючерсный индекс ртс я думаю что можно посмотреть здесь тоже такая некоторая решительность наблюдается на графике был некоторый отскок вверх этот отскок в районе 80 тысяч пунктов остановился и сейчас мы наблюдаем снова снижение здесь в общем то есть такой логичный уровень поддержки где-то в районе 76 тысяч то есть в общем то можно еще сходите сюда поэтому пока пока я думаю что здесь либо внутренние какие-то позиции либо без позиции потому как какие-то межневное движение здесь пока сложно предугадать то есть здесь идет движение такое по новостям в зависимости от того какие новости появились позитивная или негативная то есть какой-то тенденции нет тенденция в принципе есть тенденция пока вот она остается нисходящей и пока она не поменялось снижение пока остается более вероятным вариантом развития событий вот что еще северсталь систему на пока мне кажется что вообще нет смысла сейчас рассуждать здесь о каких-то вариантах открытия позиции по крайней мере сейчас северсталь здесь 640 уровень поддержки пока 640 650 он такой поддержка она такая не не линия зоны некоторые такой здесь сформирована поэтому пока здесь сказать сложно будет здесь уход на более низкие уровни или сможет ситуация развернуться где-то здесь потому что видно видно некоторое такое торможение снижение есть так называемая конвергенция формируется есть предпосылки это разворота но чтобы этот разворот произошел должны быть какие-то помогающие факторы ну скажем отскок на ценах на металлы например или какой-то общий позитив по рынку будет или нет сказать сложно поэтому я бы сказал что пока без позиции посмотреть как дальше будет ситуация развиваться система мне кажется тоже здесь ну ничего определенного нет то есть когда говорили о возможности покупки системы где-то в районе 16-16 с половиной рублей это была одна ситуация ну а сейчас система восстановилась когда до уровня 18 рублей за бумагу то в общем то сейчас то что происходит это происходит какая-то переходная фаза то есть нисходящую тенденцию мы уже отследили она закончилась и теперь после того как эта нисходящая тенденция завершилась сейчас какое-то время должно пройти чтобы появились ну скажем факторы дальнейшего разворота и движения вверх вот поэтому пока пока я думаю что не стоит вот в эти движения вмешиваться тем более в целом по рынку ситуация не очень позитивная из-за ну так многих факторов поэтому сейчас надо дождаться какого-то более позитивного фона по рынку в целом то есть сначала в первом эшелоне пойдут опять-таки основные бумаги индексообразующие типа Сбербанка там Газпрома Лукойла Роснефти Норникеля а потом уже каким-то вторым вагоном поедут менее ликвидные бумаги если успеют до конца года возможно что и нет поэтому сейчас лучше в каких-то не очень ликвидных бумагах не особо зависать потому что там мало вероятности что до них дойдут руки и там будет что-то привлекательное то есть пока я думаю что лучше основные бумаги отслеживать и смотреть если ситуация будет меняться на более позитивную скажем на рынке нефти то тогда покупать нефтяные бумаги основные крупные Сбербанк можно тоже взять на заметочку и отследить тоже можно я думаю что будет где-то в последней декаде покупать навернитель может быть а вот всякие бумаги не из первого эшелона я думаю что не факт что нужно их трогать вот поэтому пожалуй что все на текущий момент давайте будем ждать следующую неделю будем надеяться что следующая неделя все таки принесет нам по крайней мере понимание того что будет до конца года и спасибо всем за внимание до свидания до понедельника до конца до конца